Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Почему ошибка в приложении или в приложениях, да, и вы не можете запустить приложение? Какие-либо проблемы с приложениями? Вот об этом всё. Мы поговорим в этом видео. Я постараюсь вам помочь, подсказать и направить, да, что делать на том или ином телефоне. Смотрите, вот у меня на примере телефон Xiaomi, а вот это Samsung. Напишите в комментариях, какой у вас телефон, и я сниму видео и помогу точно вам, чтобы прямо на вашем телефоне, даже вплоть до модели, там, допустим, Samsung Galaxy G6, да, не знаю, Xiaomi, там, Redmi Note 8 Pro. Не знаю, какой у вас телефон, но если буду знать, могу снять видео, как на вашем телефоне 100% решить проблему. Хотя и в этом видео покажу классный способ решения проблемы, даже несколько способов. Друзья, а вы не забывайте ставить лайк, чтобы стоял у вас и у меня, чтобы у нас с вами у всех стоял. Это очень важно. Поверьте мне, я сто раз это испытывал, когда стоит. Это очень классное чувство, и все отлично у всех, да. Лайк должен стоять, ребят. Спасибо за взаимность и за общую заботу. Что мы с вами делаем? Идем в настройки, во-первых. Вот настройки. Вот, кстати говоря, пока мы здесь, хочу показать классную функцию питания и производительность. Ультраэкономия энергии. Хватит на 290 часов. И заметьте, сейчас телефон заряжен всего на 75%, а если будет на 100%, то хватит его вообще на сколько? Ну, подумайте и догадайтесь сами. На 15 суток мои измерения. Причем эту функцию можно включить на любом телефоне Xiaomi, не знаю, Samsung, Honor, Huawei. Какой у вас телефон? Я могу снять видео, как включить эту функцию. Если хотите увидеть такое видео, поставьте лайк обязательно, если я увижу, что много кому это нужно. Ну, много лайков, значит много кому интересно. Логично, логично. Я сниму такое видео, друзья. Классная функция и можно включить на любом андроиде. Просто ее нужно, кстати, вытащить. Да, она спрятана. Ну, в инженерном меню, либо в меню режиме разработчика. Зависит от модели телефона. Напишите в комментариях, как называется ваш телефон. Итак, что мы делаем с вами? Идем взад и беремся за лупу. Я хватаюсь за лупу. Вы тоже вместе со мной. Раз, два, три. Давайте. Опа. Схватились и пишем здесь приложение. Приложение. Написали приложение. И здесь, соответственно, переходим в приложение. Здесь мы, собственно говоря, не можем схватиться за лупу, но ничего, расстраиваться не будем. Мы уже схватились предусмотрительно. Да, не нашли. Для чего хвататься, браться за лупу? Я объясняю. Я всегда берусь за лупу. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить свои элементарные потребности. Это безотказный вариант, когда нет других. То есть вы не можете найти. Вы беретесь за лупу и вам становится хорошо. Вам встает хорошо. Напишите в комментариях, хорошо ли вам. То есть вы вводите в поиски, берете за лупу и вводите, допустим, приложение, как мы с вами. И все, вручную не ищите. То есть с помощью этого способа вы разряжаете, так сказать, обстановку и нервы. Мы с вами идем, все приложения, все приложения, соответственно. И здесь будет Play Market. Play Market, понимаете, в чем дело? Google Play Store, по сути, да. И здесь нам нужно сделать всего лишь одну функцию. Включить. Вернее, я бы даже сказал, выключить. Да, по сути. Почему? Потому что оно нам мешает. Называется удалить обновление. Друзья, кстати говоря, предупреждаю, что все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Я не знаю, что у вас за телефон, что у вас за проблема, да. Я могу лишь показывать на моем большом опыте 10-летнем, на моей 10-летней практике, в чем может быть проблема, да. И что может помочь. Реально может помочь. Вот так вот скажу вам. Значит, я нажимаю удалить обновление. И у нас происходит удаление обновления, да. И это чаще всего случается, когда обновилось какое-либо приложение, и оно больше не поддерживается на вашем телефоне. Либо же обновилась версия Play Market, там какой-то баг, и приложение влетает. Я нажимаю удалить обновление, и это, по сути, в большинстве случаев срабатывает, да. И у вас приложение начинает работать с лучшей силой. Напишите в комментариях, помогло ли вам это. Если нет, сейчас давайте еще пару способов рассмотрим. Нажимаю очистить, и здесь очистить кэш. Очистить кэш, окей. И это тоже может помочь. Но не забывайте перезагрузить свой смартфон, потому что это очень важно, да. Вы перезагружаете смартфон, и это может помочь. А как перезагрузить свой смартфон? Не просто, ребят, просто нажать, да, на кнопочку, и все, ждать. Нет, на самом деле есть способ, который поможет именно вам сбросить фоновые процессы, фоновые какие-либо задачи, да, которые именно скрывают эту проблему. Нажимаем кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вниз, и удерживаем, пока телефон не потухнет. То есть, вы просто-напросто нажимаете эти две кнопки и ждете, пока дисплей не потухнет, да. Давайте я покажу, как это делается, собственно говоря. Сейчас я покажу, возьму телефон и покажу. Нажимаю кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вниз. Вот так вот. И держим, держим, делается скриншот. Это ничего страшного, так это должно быть. Вот так вот, все. Он выключился, перезагрузился. Мы с вами ждем, когда он включится. Вот у меня телефон Samsung. Кто-то скажет, а вот на Samsung так не получается. На самом деле нет, ребят, все получается. Допустим, вот, тоже идем Apps, да. Соответственно, беремся за лупу, то же самое. Вот она, хватаемся за лупу и Apps. И здесь ищем наш Google Play Market или Play Store, да. Ну, по-разному можем называть это все. Google Play Service, Google Play Store. Пожалуйста. И здесь вот три точки. И я нажимаю Uninstall Updates. То есть, это удалить обновление другими словами. Все, ребят, то же самое. Кто, ну, мог сказать, что что-то не так там, да. На Samsung, это на других телефонах. Нет. Везде все плюс-минус одинаковые, да. И, по сути, разбираться особенно не нужно. Напишите в комментариях, если у вас что-то не получается, если что-то у вас, да, ну, не так. Сейчас я покажу еще, возможно, возможно, еще один способ решения проблемы, да. Сейчас я разблокирую свой телефон. А вы давайте напишите мне в комментариях, как я уже сказал, может быть, у вас что-то не получилось, потому что это очень важно. Я, подумайте, откуда могу знать, что у вас что-то не получилось и на каком телефоне не получилось, да. Я могу лишь провести аналитику, собрав статистику. А помочь собрать статистику можете мне только вы. Поэтому то, что вы напишите в комментариях, может помочь и вам, и многим другим людям. Мы с вами давайте отправимся в приложение, да. Вот, приложение, ну, как раньше. Все приложения, и тут можете написать следующее название. Android System. Android System. Сейчас. Android System. Android System. Просто пишите и, если у вас не находит, показать все результаты. Смотрите. Android System. Вот. Вот то, что мы с вами искали. Я не знаю, по-моему, у вас немного заблюрино, да. Android System WebView. Мы с вами нажимаем это, да, и наша цель, ну, через Play Market, да, сначала нужно зайти в приложение в левом верхнем углу. Ну, соответственно, вы переходите на три полосы, далее заходите в мои приложения игры. Там обновляйте все вышеперечисленные приложения. Ну, собственно говоря, думаю, понятно, да, что это значит. Понятно, понятно. Все. Смотрите, обновлено или нет. Или удаляйте обновление. Смотрите. Удалить обновление. Еще раз повторяю, нужно удалить обновление попробовать, да. Либо Play Market идем. Идем вот сюда, вот. И здесь мои приложения и игры, как следствие. И здесь делайте то, что я уже сказал. Ну, оно у вас наверняка здесь должно быть, по сути, да. Я не буду сейчас долго искать, потому что, ну, это бессмысленно. Могу снять отдельное видео по этому способу. Это так бонусами показал, да, по всей своей сути. Ребят, попробуйте и напишите мне в комментариях, все ли у вас сработало. Если нет, то, ну, будем продолжение делать по этой теме. Потому что я считаю, что тема интересная для разговора, для, так сказать, расследования и продолжения, да, решения этой проблемы. Обязательно подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы когда на канале Блогермен выйдет новое видео, вы его, соответственно, не пропустили. Потому что это очень важно. Вот смотрите, если вы ждете на канале Блогермен, да, у вас что-то заинтересовало то, что я говорил. И вы ждете, вот вы не поставили лайк, все, в рекомендованных вам больше не вылезет мое видео, скорее всего. И, скорее всего, вам не придут уведомления, что логично, вы не подписаны и у вас нет колокольчика. Ну, если не хотите больше смотреть видео на канале Блогермен, то можете это все не делать. А если вам это надо, мне, по сути, все равно. Можете это не делать. Вот, у меня канал обучающий, помогающий людям. Вот, если вам помощь нужна, то welcome, как говорится. Если нет, то мне помощь ни от кого не требуется. Тут мы помогаем людям, да, а не просим о помощи. Вот, когда будет нужна помощь, я обязательно попрошу, возможно. Друзья, подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Ставьте лайк, чтобы поддержать меня. Это очень важно. Также важно, чтобы стоял, поверьте мне, моему большому опыту, когда стоит. Это очень классно, да, это твердое решение. Лайк должен стоять, ребят. Спасибо за взаименность и за общую заботу. Вопросики все в комментариях, потому что комментарии открыты для вас. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся на то же время. Скоро, безусловно, и снова увидимся, ребят. Я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи и до скорого. Пока-пока.